Говоря об инфраструктуре финского города, необходимо подчеркнуть то, что особенностью урбанистики в Финляндии является приоритетный интерес к проживанию в домах малоэтажной застройки. Спальные районы Финляндии выглядят вот так, как мы видим сейчас. И выше было видео об инфраструктуре для занятия спортом. Мы показывали природные тропы и, так скажем, гравийные дорожки в лесном массиве. И мы вышли, ну буквально вот он, лес, рядом за этими домами. И вот сам жилой массив, как он выглядит. Особенностью являются наличие двора или вот таких вот небольших кесопиха летних площадок. Как мы видим еще раз, что заборы совершенно символические, решеток нет. И вот по вот этим дорожкам чрезвычайно удобно ездить на велосипедах. Дети в школу ездят на велосипеде. Особенность Финляндии – страна безопасная. И очень хорошо, что это сохраняется. И очень надеемся, что это так и сохранится. Дети самостоятельно добираются в школу. Повторяю, что в основном на велосипедах. Старшие дети – скутерах. А вот это вот знаменитый детский домик. Обязательный атрибут практически каждого дома. И далее мы видим батут. Батут и детский домик. Это обязательная часть инфраструктуры двора. Культура ухода, эстетика ухода тоже является такой специфической чертой финскости в целом. Но вот здесь вот мы не раз показывали этот знак. Мимо не пройдем. Видите, здесь папа идет с дочкой. Отцовская культура, Финляндия высока. Итак, инфраструктура микрорайона Финляндии, урбанистика Финляндии для понимания стиля жизни. Стиль жизни, социология стиля жизни позволяет понять систему образования с точки зрения ее эффективности тех технологий, которые работают. И мы будем размышлять, о какие технологии будут работать и прекрасно работают в постсоветских странах. Сопоставимы ли системы образования Финляндии и России, Казахстана? Что есть схожего? Что есть эффективного? Либо трансфер образовательных технологий? Не совсем актуальная тема. Необходимо работать на своих национальных традициях, национальных особенностях. Глобальная и локальная, в условиях современных трансформаций образования, цифровых трансформаций, трансформации обусловленным баллонским процессом. Что меняется? Что не меняется? Давайте думать, обсуждать и подходить к таким вопросам, как методика преподавания в условиях смены образовательной парадигмы, в условиях смены мировоззренческих, ценностных установок поколений и в условиях развития инфраструктуры, цифры в нашей преподавательской технологической лаборатории. Добро пожаловать на скандинавский иммерсинг тренинг онлайн-понимание финской повседневности и дидактики.